Действующее законодательство содержит, так скажем, предопределение социальных ролей со стороны государства. Это наличие перечня запрещенных для женщин профессий. Если мы посмотрим на этот перечень, мы увидим, что все профессии, которые в этом перечне есть, они все высокооплачиваемы. В результате формируется некое представление о том, что на рынке труда есть рабочие места для мужчин, они высокооплачиваемы, хорошие рабочие места. Может быть, там есть некая опасность для здоровья. Но дело в том, что если мы говорим о равенстве, о равенстве прав и возможностей, о взаимном уважении в семье, в жизни, то мы должны предоставить возможность самому человеку решать, а что он хочет. Он хочет участвовать в, скажем так, декларируемом решении демографической проблемы, или он хочет реализоваться профессионально. И именно сам человек должен определиться, каким путем идти. Для женщины на сегодняшний день эти возможности ограничены. Важно понимать, что женщина не рожает на протяжении 30 лет, все время. А вот она приняла такое решение, родила, поэтому ее муж пошел сидеть в декрет, а она опять пошла работать. Это вопрос как раз законодательный о том, что нужно рекламировать декреты для мужчин. Потому что да, мы выносили, мы родили, но то, что вот кормить, заботиться, менять планверс и сидеть на больничных, может мой партнер с тем же успехом, что и я. Да, женщины это на сегодняшний момент большинство голосующих в нашей стране, в принципе. И есть повестка гораздо более широкая, которая может этих женщин привлечь, в рамках которой, в том числе, этот важный пункт тоже должен быть. Спасибо. Спасибо.